Йога для благополучия Йога намаскар Йога намаскар – это мощная практика сама по себе. Она невероятно активизирует поясничную область позвоночника, укрепляет мышцы вдоль позвоночника, усиливая его так, что с возрастом позвоночник не проседает и, как следствие, не происходит защемления нервов. В том случае, если процесс разрушения уже начался, йога намаскар – лучший способ восстановить позвоночник. Эта практика оказывает разностороннее полезное влияние на все тело. Йога намаскар – это очень простой и целостный процесс сам по себе. Для практики йога намаскар необходимо состояние ощущения легкости в желудке, то есть примерно через полтора часа после еды. Если это условие не выполнено, вы можете пропустить эту практику. Людям с грыжей и беременным женщинам на третьем и четвертом месяцах беременности следует избегать йога намаскар. Сейчас мы изучим йога намаскар. Это последовательность из семи шагов. Он продемонстрирует один полный цикл. Пожалуйста, посмотрите. Встаньте, поставив ноги в рощь на комфортном расстоянии, параллельно друг к другу. Руки и плечи должны оставаться свободными и расслабленными. Глаза открыты. Зафиксируйте взгляд на точки прямо перед собой. Зафиксировав взгляд, сложите руки в намаскар, соединив ладони перед грудью. Это исходное положение. На вдохе поднимите ладони вверх над головой. На выдохе опустите руки вниз за голову, так чтобы основания ладоней оказались у вас за шеей. На вдохе поднимите руки вверх над головой. На выдохе опустите руки вниз перед грудью. Это первый шаг. Повторите то же самое еще два раза. Шаг второй. На выдохе издавайте звук, идущий из основания горла. Шаг третий. Все время пальцы должны быть сложены вместе и направлены вверх. Даже когда вы опускаете ладони за шею. Поднимая руки, делайте полный вдох. Опуская руки, делайте полный выдох со звуком. Повторив это три раза, опуститесь вниз на корточки. Шаг четвертый. Шаг четвертый. На вдохе поднимите руки. На выдохе, опустите ладони за шею. На выдохе, опустите их к груди. Теперь на вдохе, с силой, вытяните ладони прямо перед собой. Пальцы направлены вперед. Выдыхайте со звуком, возвращая руки к груди. Выполните это три раза. Шаг пятый. На вдохе, поднимите руки вверх. На выдохе, опустите ладони за шею. На вдохе, поднимите руки. На выдохе, опустите их к груди. На вдохе, вытяните ладони прямо перед собой. На выдохе, верните их обратно к груди. Еще раз, шаг шестой. Вдохните, руки наверх. Выдохните, вниз. Вдохните, вверх. Выдохните, вниз. Вдохните, вытяните ладони перед собой. Вдохните, выдохните, руки к груди. Шаг седьмой. На вдохе, вытяните ладони перед собой. Опуститесь на колени. Наклонитесь вперед и положите лоб на пол. Вытяните руки над головой. Опустите ладони на пол. Сложите руки так, чтобы большие указательные пальцы соприкасались, образуя треугольник. Локти должны быть слегка согнуты. Это баласана. Оставайтесь в таком положении не менее двух минут, пока не восстановится дыхание. Теперь осторожно встаньте и вернитесь в исходное положение. Это один цикл йога на маскар. Рассмотрим несколько вариаций и поправок. Если вам тяжело приседать на корточке, вы можете подложить под пятки опору толщиной от полутора до трех сантиметров. Убедитесь, что ступни параллельны друг к другу. Когда руки опускаются за голову, у некоторых пальцы направлены назад. Пальцы должны быть направлены вверх. Также существует склонность опускать голову. Голову нужно держать прямо. Движения рук не должны быть слишком быстрыми или расслабленными. В руках должно быть небольшое напряжение. Сейчас мы вместе выполним один цикл йога на маскар, учитывая все поправки. Пожалуйста, встаньте. Поставьте ноги врозь на комфортном расстоянии параллельно друг к другу. Те из вас, кому во время приседаний нужна подушка для опоры, положите ее за ступнями. И когда мы подойдем к четвертому шагу с приседанием, сделайте шаг назад на подушку и используйте ее как опору, чтобы присесть на корточке. Глаза открыты. Зафиксируйте взгляд прямо перед собой. Зафиксируя взгляд, сложите руки в намаскар перед грудью. Это исходное положение. Шаг первый. На вдохе поднимите руки вверх. На выдохе, со звуком, опустите руки за голову. На вдохе поднимите руки. На выдохе, опустите руки к груди. Сделайте это еще два раза. Шаг второй. Поднимите руки наверх, полностью вдохнув. Опустите руки, полностью выдохнув. Вдох, руки наверх. Выдох, опустите руки к груди. Шаг третий. Вдох, руки наверх. Выдох, опустите руки за голову. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз к груди. Теперь опуститесь на корточки. Используйте подушку для опоры, если вам это необходимо. Убедитесь, что вы зафиксировали взгляд прямо перед собой. Шаг четвертый. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз. Теперь на вдохе вытолкните ладони вперед, перед собой. На выдохе верните их обратно к груди. Мы сделаем это еще два раза. Шаг пятый. Вдох, руки наверх. Выдох, опустите руки вниз. Голову держите прямо. Вдох, руки наверх. Вдох, выдох. Вдох, руки вперед. Вдох, выдох. Вдох, обратно. Шаг шестой. Вдох, руки наверх. Вдох. Вдох, руки вниз. Вдох, руки наверх. Вдох, руки наверх. Вдох, опустите руки к груди. Вдох, руки вперед. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, обратно. Шаг седьмой. На вдохе вытолкните ладони вперед, перед собой. Опуститесь на колени, наклонитесь вперед и положите лоб на пол. Носки вытянуты, тело должно опираться на пятки. Сложите ладони таким образом, чтобы большие указательные пальцы соприкасались, образовывая треугольник. Руки должны быть слегка согнуты в локтях. Оставайтесь в балансе, пока дыхание не восстановится. Теперь осторожно встаньте и вернитесь в исходное положение. Когда закончите, сядьте так, чтобы вам было удобно. Во время регулярной самостоятельной практики йога намаскар, для достижения максимального результата рекомендуется делать три цикла йога намаскар.